Мертвые не воскресают Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес, а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетная вера ваша. Кстати, вот тоже хороший вопрос, почему ваша вера тщетна, если Христос не воскрес? Знаете, есть люди, которые с большим уважением относятся к учению Иисуса, но не считают, что Он воскрес. Они говорят, Он все правильно учил, но Его убили за это. Но мы готовы делать так, как Он сказал. Но тогда получается, что это безнадежно. И нас убьют всех, и за этим ничего не будет. Глядя на этот мир, мы можем, наверное, как-то вести себя пристойным образом, исполнять или эти, или другие какие-то высокие нравственные повеления. Но верить особо не в что. Но не верить же в то, что если я буду очень хорошим, то весь мир тоже будет очень-очень хорошим. И вот прекратятся там войны, насилие, несправедливости, неправосудие. Ну, наверное, в 3-4 годика так можно верить, но не старше. Уже к началу школы человек получает опыт, что это совершенно так не работает. А если Христос воскрес, то есть во что верить. Значит, да, в этом мире не прекратится, но есть другой мир, в котором это все будет исправлять. Ну, ладно, продолжаем. Вот тщетная вера ваша. А при том мы оказались бы илже свидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. Обратим внимание, кстати, мы привыкли говорить «Христос воскресся», но здесь Павел говорит «Бог воскресил Христа». На самом деле, две словесных формулировки для одного и того же, по-разному расставлены акценты. То есть, мертвые не воскресают, ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Ну, вообще-то, мертвые не воскресают. Есть даже такая поговорка по-русски «Мертвых с погоста не носят». У Бунина «В темных аллеях» она там очень интересно употреблена, но дело не в Бунине. Они, ну, правда же, не воскресают. Вот нет такого, чтобы взяли да воскресли. И, значит, и Христос не воскрес, что хочет Павел сказать? И вообще, почему надо на Христа ориентироваться в деле воскресения, если его воскресение понимается как самое главное? Не он подражает другим в этом, а, наоборот, другие, есть надежда, пойдут по его пути. Я думаю, что здесь, на самом деле, мы должны учесть контекст, в котором он разговаривает с коринфянами, а коринфяне – это греки, может быть, какая-то часть их иудеи, но все равно иудеи – греческая культура. Коринф – один из крупнейших центров эллинизма, город Греции на острове Пелопонез до сих пор сохранился, до сих пор крупный город и очень древний город. И для греческой культуры воскресение мертвых – это какой-то абсурд. Ну, понятно, что могли быть разные точки зрения, но мейнстрим, особенно у Платона и у его последователей, таков человек – это его душа. И душа томится в смертном теле, подверженном болезням, страданиям и прочим всяким неприятностям. Ну, и мечтает об освобождении. Смерть – это освобождение души. Дальше, конечно, праведная душа, она переносится в какие-то обители блаженных. А что ей тело? Ну, это как, знаете, вот под дождь попал, в лужу упал, пришел домой с наслаждением, снял эту грязную, вонючую одежду и, я не знаю, в ванну горячую залез. Ты эту одежду снова будешь надевать, что ли? Ну, можно ее, конечно, постирать, будет чистая, но все равно зачем? Гораздо лучше блаженствовать в ванной, да, вот и душа также блаженствует где-то в некоем там элизиуме, да, вот на полях блаженных, если она, конечно, удостоилась этой чести, но тело ей абсолютно не нужно. Тут приходит Павел к грекам и говорит, минуточку, тело воскреснет. И они ему отвечают, зачем? Еще когда он в Афинах это проповедовал, то, ну, совсем его афинине не поняли. Вообще никакого интереса не проявили в своей массе к идее воскресения. Ну, вот в основном по этой причине им воскресение это не нужно. И, очевидно, какое-то количество коринфян, в общем, разделяло эту греческую культуру. У нас наша культура сидит очень глубоко, даже если мы об этом не задумываемся. То, что мы с детства впитывали, считали правильным. И они говорили, да не нужно никакого воскресения мертвых, и так будет хорошо. Давайте вот наши души будут со Христом. А Павел говорит, нет, минуточку. Если так, то получается воскресение Христа, это так бессмыслица. Это как старые грязные носки взять и надеть на себя, да, и мучиться этим запахом и этим вот ощущением грязной тряпки. Это вот так вы к телу относитесь? Нет, тогда воскресение Христа – это просто глупость, нелепость. Тогда вера, которая на этом воскресении зиждется, она обман или самообман. А зачем христианам, чтобы тело воскресло? Слушайте, ну, тело ведь это прекрасно. Тело Бог сотворил. Да, оно болеет, оно обладает кучей недостатков. Наверное, каждый из нас хотел бы в своем теле кое-что поправить. Я так точно. Вот, но нам его жаль. Вот религия, которая полностью отказывается от телесности, она становится какой-то либо схоластикой такой вот отвлеченной, никому неинтересной, вот кроме тех, кто поднатарел в этих самых спорах о чем-то возвышенном, но абстрактном, либо изуверством, когда тело истязают от тела, хотят избавиться, но часто даже не своего тела, да, вот все эти фанатичные явления, когда кто-то начинает там убивать или пытать или что-то еще делать с теми, кто неправильно с его точки зрения верит, в этом есть некоторое очень сильное пренебрежение телом, да, то есть я спасаю душу грешника, поэтому я тащу его на костер, тело там обуглится и покричит немножечко, но душу я его избавлю от огня и так далее. Но человек есть душа и тело, и для христиан крайне важно, что человек переходит в вечность как нечто единое, и телесность – это неплохо. Отсюда, кстати, принятие христианством культуры. Почему возможно изобразительное искусство, почему можно нарисовать красивую девушку или, там, не знаю, статного мужчину или ребенка смеющегося, и это будет прекрасно, потому что его тело – это тоже творение Божие, потому что его тело прекрасно или ее тело прекрасно. Почему возможен брак, и почему возможна интимная близость к христианству, она не является грехом, потому что это соединение Богом созданных тел. Это часто нечто такое, что провоцирует человека на грех, но сама по себе она прекрасна, не так ли? И вот из этого пункта тело тоже должно воскреснуть, вытекает, в общем-то, вот ровно то, что отличает здоровое религиозное чувство от фанатизма, изуверства и вот такого отношения к своему и чужому телу, когда ради неких целей, очень скоро оказывающихся фантомными, люди способны на убийство, люди способны на причинение страданий. Вот вроде бы мелочь. Но Павел обращает внимание, если Христос воскрес, воскрес телесно, правда, не точная, естественно, копия того тела, которое умерло, но это означает, что тело – ценность. Это очень важная вещь в христианстве. Тело есть ценность. Редактор субтитров А.Семкин